Ристорая вашему вниманию бойца в синем углу клетки Ему 33 года, рост 168 сантиметров, вес 71 десятых килограмма Его профессиональный рекорд 17 побед, 7 поражений Его стиль ММА из города Сан-Луис, Бразилия Антонио Харос Рибера А вот его соперник в красном углу клетки Ему 26 лет, рост 171 сантиметр, вес 71,3 килограмма Его профессиональный рекорд, 5 побед и только одно поражение Его стиль Вольная борьба Из города Урус-Мартан, Чеченская республика Амир! Ура! Итак, главный бой Эйсей Ягиглс 26 Амир Эльжуркаев по прозвищу Пуля против Антонио Карлоса Рибера Ну и да, вот как моим коллегой сейчас было замечено В углу бразильского спортсмена Другой известный бразилец, недавно выигравший Александра Емельяненко Марисио Сантос Что примечательно, в последнем бою Сантос проиграл никому иному как выпускнику этой же нашей лиги Эйсей Янг Иглс Замечательному бойцу Михаилу Алтвердяну Которому от нас, конечно, пламенный привет Один из ярчайших российских бойцов сегодня Ну и вот следим за этим поединком, конечно, с придыханием Потому что, ну, во-первых, настолько международные бои у нас бывают редко Во-вторых, очевиднейшим образом бразильец приехал сюда не проигрывать, а показывать бой как минимум Конкурентный поединок Готовился он в Дагестане И Жуков тут же пошел в переслете ноги В одну ногу, вернее Тогда он есть Нужно сейчас попытаться развить Понимаете, есть разница между тем, что готовится в Дагестане и родится в Дагестане Поэтому все-таки с разрядом по вольной борьбе Карлос не родился А набрать его, насколько успел, не успел, мы не знаем Другой вопрос, что снизу очень неплохо бразильцы традиционно работают джиу-джитсеры Тут вот никаких сомнений Вот то, что он родился с поясом по джиу-джитсу, здесь вот вопросов даже нет И мы помним, насколько опасны бразильцы бывают именно в таком положении Баттерфляй и Гарди Были очень красивые эпизоды С переходами на рычаги отсюда Мало кто знает, но это положение также отлично для того, чтобы переходить на болевые на ноги Но в бразильском джиу-джитсу не культивируются особенно эти приемы Потому что до коричневого пояса болевые на ноги делать просто нельзя Однако, однако мы такие попытки можем увидеть Потому что, я не знаю, но предполагаю, что наверняка какой-нибудь серьезный пояс Вполне вероятно, черный Но Антонио Карлоса Роберо по бразильскому джиу-джитсу есть Ну и мы видим, что есть первая кровь в этом поединке Судя по всему она у как раз-таки Рибейро Ну да, в данном случае В общем-то все контролирует наш отечественник И той угрозой, которая в другом поединке исходила бы от бразильского спортсмена Пока как-то не очень веет Однако да, мы видим, что бразильц опасен Внизу старается атаковать Так, что в этом положении Да, пока ничего Пока ничего Но, честно говоря, очень радует то, что Карлос не пытается снизу просто отлеживаться Он, обратите внимание, почти не берет гард Вот сейчас мы именно гард и видим Но почти все остальное, что происходило Это были именно какие-то такие попытки создать некую дистанцию И с нее уже проводить атакующие действия Конечно, хотелось бы пожелать нашему соотечественнику Большего количества ударов и попаданий Но надо понимать, что каждый такой удар это дополнительная угроза Но при этом достаточно активно И локти включает Жиркаев Ну да, просто он понимает То, что нельзя давать слишком много пространства бразильскому спортсмену в этом положении И делать то, что нужно делать И еще на локоть Ну конечно, не заряженные в этом положении зарядить не получается Но приятного мало Другой момент, что мы помним Вот, кстати, даже это сейчас было атакующее действие со стороны бразильца Спортсмены послабее Выспывают там очень болезненные ощущения И даже сдаются, я такое видел Вот как ни странно, да Друзья, вот то, что вы видели Вот такая растяжка Это вполне себе болевой прием Ну просто крайне маловероятный Но тем не менее, это он Итак, завершил первый раунд Да, ну что ж Посмотрим повторы главного Субтитры сделал DimaTorzok Заканчивается у нас перерыв Впереди раунд под номером 2 Напоминаем, это Амир Эльжуркаев и Антонио Карлос Рибейро В главном бою ACA Young Eagles 26 Легкая весовая категория И самый международный из всех наших сегодняшних международных боев Которых было чуть ли не каждый первый Чуть ли не каждый первый Интересно, мне вот очень нравится Когда бразильцы начинают так двигаться На выход из коридора Да, у них это выходит не как у боксеров у нас Ну, у нашей советской школы, да А скорее как у капуэристов, видите? То есть совсем другого рода движения Они не похожи по моторике На то, к чему он привык И вот, кстати, интересно Возможно, сможет он из этого дивиденд Если еще нет А вот здесь была волная борьба Да, да Чуть здорово так скрутил, подхватил И снова оказался сверху Амир Эль-Джуркаев Снова снизу атакует бразилец Очень много здесь вариантов выхода На различные приемы Но в основном, все-таки, мы помним Бразильское джиу-джицу – это работа в куртках Она предозревает совсем другую плотность и динамику Плотность больше, динамику меньше При этом не позволяет По-настоящему в комфортную позицию Зайти Эль-Джуркаеву, Риберя Да, вот, кстати, сейчас потенциально Был выход, переход на скручивание пятки Но вот как-то совсем Закинул одну ногу и сразу бросил Это дело бразильский спортсмен И обратите внимание При том, что, ну, особенно, да Снизу он до конца ничего не может сделать Но и сверху Амир Эль-Джуркаев Толком ничего не может сделать Потому что он постоянно вынужден Реагировать на происходящее Постоянно вынужден защищаться И для своих ударов находить Какие-то новые возможности Бразильец снизу очень активен Хорошее попадание Да, да, попадание, попадание есть Конечно Суспину у них зарядить никак В данный момент нельзя Но, тем не менее Тем не менее Они есть И они записываются В чудеских записках Хороший локоть Ну и оттянуться, может быть, немножко Все-таки попробовать Очень вязкий, конечно Бразильский спортсмен Карл Срабейро Вот Не позволяет он особенно Работать по себе Ну, Курлуб сомневался, собственно Что так будет В футболе Бывают такие Прагматичные команды Про них обычно говорят Сами не играют И соперникам дают Но здесь примерно Похожая аналогия Очень люблю эти ваши Отсылки к футболу Для меня это Давно забытое удовольствие Так, ну и мы видим, что Вот показательно, да Только оттянулся Для того, чтобы нанести Несколько ударов Нанес И сразу моментально Воспользовался этим Бразильский спортсмен Для того, чтобы Самому атаковать И пускай плохую И пускай плохую Но взял гильотину Ну, а какую смог Потому что положение Там не для гильотины Было в принципе Да, остается 40 секунд До конца второго раунда Жиркаев по-прежнему ведет Он сверху Соперник вяжет Насколько возможно Развивать атаку Он это делает Да, все-таки Еще Получилось Получилось некоторое количество ударов Донести И Жиркаеву Ну, и в общем С учетом того Что он все это время Оппозиционно доминировал Я думаю, что это Достаточно И для победы В этом втором раунде Да, у нас нужны аплодисменты Не самые яркие пока поединок Но трудовые Тяжелые Такие тоже нужны Продолжение следует... Видим мы, как Морисио Сантос Недоволен Своим подопечным Своим бойцом Громко его за что-то отчитал В первой части Ну, просите, у меня не очень хорош Португальский Мне кажется, в чеченском Я уже разбираюсь больше Заключитель Заключитель Ярмау Дайте шуму Слава Не слушает пока Переводить Жиркаев Хотя Ой, колено Это классно Тут тоже Две ноги Интересно, кстати Вот сейчас Да, для гильотины Более удобное положение И можно Бразильцу Включить ресурс спины Есть для этого Пространства И если он будет сейчас Больше скручивать Ну, нет, нет Не было захвата И снова Обратите внимание Лезет именно В борьбу Проход Наш соотечественник Ну, видимо Такая задача у него Ну, в любом случае Соперник был изучен И Понимает Жиркаев Его команда Где В какой стихии Больше шансов Ну, все-таки Конечно Интересно было бы Посмотреть А насколько Они в стойке Друг от друга Отличаются Потому что Эпизодов ударной техники У нас было очень немного Потому что Конечно Специфика Бразильцев Ударной техники Это особенная тема Мы помним Совершенно Выдающихся Спортсменов Из этой страны Таких как Люто Мачидо Андрессон Сильва Которые были В первую очередь Представителями Ударных Ну, атаку Разбросил И снова Удар Ну, заметьте Другие Представители Других школ Походу Сегодняшнего Турнир Очень легко Практически Все давали Обходить Этот самый Гард Нет Тут вот Совсем не так Очень правильная мысль Да Показательная Ну, вот Это Это бразильцы Обойти Гард Это Не знаю Как джеб кличко Обойти Не знаю Насколько Корректное сравнение Но все-таки Очень выверенная У них техника Гарда Гард Собственно И создал Бразильское Джиу-джитсу Создал Самобытность Потому что Сами все Отдельные Приемы Были В общем-то Известны И до Этого Перекочевали Из Джиу-джитсу Японского А бразильское Джиу-джитсу Стало Самобытным Именно за счет Того Что Конкретно Углубилось В Гарда Гарда Известны Такового Вот До этого Особенно Никто Над этим Не заморачивался Ну В общем-то До этого И не надо было Задач Таких не было Как Академия Тем временем Секунды Текут И Уже Две с половиной Минуты Даже Меньше Остается До конца Этого Поединка Амир Альжуркаев в том же стиле, что и в первых двух отрезках боя, контролирует соперника. Да, без огромного количества ударов и ущерба. Да, искры, наверное, не летят, но... Ну, локти летят. Локти, да, прилетают частенько и ровно столько, сколько нужно для победы он пока делает. Ну и, собственно, в общем, наверное, это главное. Наверное, это главное. То, что он здесь побеждает, это, наверное, безговорочно. То, что не сильно, это, в общем, тоже приятно, хотя бы с той точки зрения, что видно, что оппозиция серьезная по-настоящему, и мы, как профессионалы, видим это и в гарде, и в невозможности работать сверху, и в необходимости вообще такой аккуратной работы. Ну, и бойцы именно в таких противостояниях растут. Да? Ну, это очень серьезная, конечно, запись в шердок, в резюме для любых дальнейших каких-то перипетий, карьеры. Это будет значимо. Не позволяет никак, говорит, Журкаев вот выйти на пространство какое-то постоянно переводит, преследует своего соперника. настигая его из раза в раз. Да, ну и вот 40 секунд, концовочка, что будет здесь удивительного в ударной технике. Если оно что-то может произойти, то, в принципе, пускай это произойдет сейчас. хорошее попадание. Хороший слева отвечает сейчас «Стой». В целом эти секунды были больше за бразильцем. Опять-таки вряд это будет... Ну, в контексте всего поедика, да, это, скорее всего, уже ничего не решит. Тяжелая трудовая победа для Амира Журкаева. Мы, наверное, можем уже констатировать этот факт. Ну и, в общем, если целиком брать турнир, то яркий, такой цельный, интересный турнир, в котором, на удивление, немного эпизодов было таких, которые хочется пересматривать. Первая половина особенно так задалась. Порадуемся за лигу, за очередной виток ее развития. И напомним то, что теперь новые турниры будут уже после некоторой паузы. Скорее всего, уже летом. Однако, будут непременно, чему мы, конечно, очень радуемся. Это для нас. для развития нашего спорта очень важно. Ну что ж, и официальный вердикт. Дорогие друзья, уважаемые гости, в итоге у судей сезонрисом единоклассным решением в суде победу отражал Амир Айжуркаев. Ну что ж, поздравляем. Амир Айжуркаев. Амир, поздравляю.